всем добрый день вы на канале сижу и вижу с вами яна я сегодня к вам с новиночкой этот узор родился буквально несколько часов назад я хочу вас с ним познакомить посмотрите какая красота я считаю что этот узор будет хитом это шикарный самодостаточный узор в нем собраны такие достоинства как красота минимализм комфорт и конечно же самое главное простота исполнения также хочется отметить что он сбалансирована своей пышности эластичности и прекрасно держит форму он содержит в себе все нынешние тренды и модные элементы а также гигроскопичность сетчатость мягкость и комфорт такой узор будет прекрасен в весенне осенних изделиях то есть всех изделиях где крайне важен уют комфорт и тепло он прекрасно будет смотреться в любых изделиях особенно в кардиганах кофтах и джемперах но и во многих конечно других изделиях я вам сейчас покажу изнаночку это вообще просто посмотрите какая красивая изнанка посмотрите какая красота сейчас я с удовольствием поделюсь вами техника его выполнения вяжется он на удивление очень просто но выглядит на все 100 и так для этого узора нам понадобится количество петель кратное двум плюс две кромочные высоту этот узор состоит из двух рядов если вязать его в шахматном порядке так как выглядит на образце тогда четыре и еще один маленький нюанс в том что узор формируется на изнаночной стороне поэтому мы будем начинать его вязать с изнаночной стороны первый ряд кромочную мы снимаем следующие две петли мы должны провязать вместе лицевой за передние стеночки вот таким образом подхватываем обе петельки спереди провязываем лицевой не снимая со спицы делаем накид и еще раз провязываем эти петли лицевой после чего мы снимаем со спицы это раппорт первого ряда повторяем 2 вместе лицевой за переднюю стеночку не снимая со спицы делаем накид провязываем еще раз две петли вместе снимаем вот таким образом продолжаем так вязать до конца ряда 2 вместе за переднюю стеночку накид 2 вместе за переднюю стеночку скинули 2 вместе провязали накид и опять-таки 2 вместе за переднюю стеночку вяжем так до конца ряда кромочная у меня изнаночная а вы вяжите так как вы привыкли первый ряд мы провязали вот так выглядит полотно второй ряд кромочную мы снимаем далее у нас петли расположены по три штучки так вот первую первую петлю из этой троицы мы провязываем за переднюю стеночку лицевой следующие две петли вы я поправлю следующие две петли за переднюю стеночку мы провязываем вместе тоже лицевой это раппорт 2 ряда и так одна лицевая за переднюю из тройки 2 вместе лицевой за переднюю стеночку из этой же троечки вот так вот так вот кромочная основные базовые два ряда мы провязали теперь давайте провяжем то же самое но в шахматном порядке третий ряд кромочную мы снимаем следующую петельку мы должны провязать самостоятельно лицевой за переднюю стеночку она у нас идет без пары так сказать да эта петля симметрия будет у нас и далее начинается наш раппорт мы провязываем 2 вместе за переднюю стеночку лицевой делаем накид и еще раз провязываем 2 вместе лицевой еще раз 2 вместе лицевой за переднюю стеночку не снимая со спицы делаем накид провязываем эти же 2 лицевой за переднюю стеночку так вяжем до конца ряда 2 вместе накид 2 вместе и в конце у нас остается одна петля симметрия мы провязываем ее точно так же как и первую петлю за переднюю стеночку лицевой и кромочная 4 ряд смотрите в четвертом ряду естественно у нас опять-таки петли располагаются по три штучки и одна у нас петля симметрия она выделяется она стоит особнячком поэтому кромочную мы снимаем опять таки и и провязываем лицевой за переднюю стеночку отдельно и далее мы приступаем к рапорту первая петелька из троечки лицевая следующие 2 вместе лицевой за стеночку еще раз одна петля лицевая за переднюю стеночку 2 вместе лицевой за переднюю стеночку так продолжаем вязать до конца ряда фактически в этом узоре присутствуют только лицевые петли и все они вяжутся за переднюю стеночку в конце у нас остается одна петля симметрии мы провязываем за переднюю стеночку лицевой и кромочная но вот мы и закончили вязать этот прекрасный узор я думаю что он вам понравится свяжите обязательно небольшой образец потому что камера все равно не передаст этой красоты чтобы потрогать его почувствовать и понять его лучше если этот мастер-класс оказался интересным и полезным для вас не забудьте отметить это лайком и или написать свои мысли в комментариях также подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны и конечно же делитесь этим мастер-классом со своими друзьями а вам мои дорогие я хочу напомнить берегите себя и также берегите своих близких всем пока